Пророчество и предсказание старица Алипии Матушка Алипия была монахиня Киева Печерской Лавры. Старица стала известна миру, благодаря тому, что предсказала множество бед и катастроф, среди которых Чернобыльская авария, Чеченская война, экономический кризис 2008 года. Также у Матушки Алипии были видения о начале Третьей мировой войны и всемирного голода. Дар предсказания задал год о некоторых событиях, Матушка Алипия знала, как будут развиваться события. Ее дар предвидения был неоспорим. Алипия чувствовала приближение неминуемой беды и молилась за души всех, кто будет страдать. Экономический кризис многостарицы рассказывала о голоде, который придет после Чеченской войны и последующих тяжелых для россиян временах. Украинцам она наказывала не покидать Киев. Из ее пророчеств было ясно, что в столице всегда можно будет заработать на хлеб, в то время как по всей стране пройдет волна голода и мора родного народа. Спасение Алипия видела в молитвах и непреклонной вере в помощь Всевышнего. Чернобыльская АЭС самой большой трагедией старец считала именно катастрофу на Чернобыльской АЭС. Ее она начала предчувствовать за год до смертоносной даты. В ее предсказании были такие слова, как пожар, большой взрыв, отравление земли, воздуха, воды, атом, идущий на Киев. Также Алипия предсказала место и время, Полеськая сторона и Страстная неделя. После катастрофы матушка не могла остановиться и долгие месяцы молилась за свой народ. Третья мировая война уже будучи в преклонном возрасте и чувствуя приближение собственной кончины, матушка Алипия поделилась своими предсказаниями о Третьей мировой войне. Она рассказала, как начнется трагедия и как будет страдать от нее народ. Старица говорила, что видит горы мертвых людей, и некому заботиться об их захоронении. Всюду окружает разруха, люди ищут новый дом, убегают со своего родного края. Начнется это страшное событие летом, в день праздника апостолов Петра и Павла, то есть 12 июля. Старица не указала год начала войны, но предупредила, что будут страдать люди, полные греховных мыслей и отрекшиеся от Бога. Всемирный голод матушка Алипия предсказывала, что после окончания войны наступит новый голод, который значительно сократит население страны. Поэтому провидица всегда советовала держать скот и огород, а также иметь источник чистой питьевой воды рядом с домом. Дар целительства матушка Алипия обладала и даром целительства. Она могла видеть все недуги человека и предсказать, отчего он умрет, только взглянув на него. Многие приходили к ней с неизлечимыми болезнями, а уходили здоровыми. В ее доме было много кошек, которые, по преданиям, могли перенимать на себя болезни людей. Одна из них умерла вместе с хозяйкой, лежа у нее на груди. Сейчас на месте дома Алипии построена часовня, куда приходит все, кто желает исцелиться. Она находится около свято-покровского мужского монастыря в Голосеево, город Киев. Могила старица Алипии удивительными свойствами обладает и могилой матушки Алипии. Она расположена на лесном кладбище в Киеве. Сюда съезжаются люди со всего мира, кто находится в отчаянии, и кому не помогает традиционная медицина. Старица Алипия молилась за всех при жизни и помогает людям после смерти. Если произнести на могилке молитву или попросить о чем-либо, это непременно исполнится. Осенью 2006 года останки матушки Алипии переместили в Покровский храм Голосеевского монастыря. На ее могиле теперь захоронена другая монахиня, но место не потеряла своей силы. Все, кто почитает Алипию, а также хотят получить помощь, приходят к месту ее захоронения и в храм круглый год. Но особенно много людей желает почтить память святой в день ее смерти. 30 октября. Наставление от матушки Алипии стоит прислушаться к наставлениям матушки Алипии, чтобы избежать горя и пережить беды с наименьшими потерями. В ту минуту, когда вам кажется, что от болезни не спасет никакое лекарство, нужно прийти на могилку Алипии и попросить у нее здоровья. Никогда не стоит забывать о Боге. Он единственный кто поможет верующим. Часть своих денег Старица наказывала отдавать церкви. Если супруги обвенчались, ни в коем случае нельзя расторгать брак. Если есть свое хозяйство или скот, за ним нужно ухаживать, в будущем это будет главным источником пропитания. Бог любит тех, кто никого не осуждает. Старица оказывала помощь всем, кто к ней приходил, и наказывала остальным так поступать. Накануне смерти Алипии, вокруг нее собрались почитатели и ученики. Они задавали множество вопросов, в том числе и о том, что делать, когда Старица не станет. Алипия отвечала, что нужно больше молиться Богу и Божьей Матери. В этом найдется спасение каждому. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok